Всем привет, вы на канале Мир Яблок и не просто так я обставился или обмазался всей этой техникой. Тема сегодняшнего ролика, что такое iMac, а точнее 6 причин, почему вам стоит купить iMac вместо MacBook. Микровступление, если вы вообще не понимаете, что вам купить, технику Apple или что-то на Windows, это видео не для вас. В этом видео рассказываю, что вам купить iMac или MacBook и разбираем, почему стоит купить iMac. А если вы сомневаетесь или думаете, напишите в комментариях, и я выпущу ролик, что вам купить и переходить ли вам на технику Apple. Ну попробуй объяснить. У меня уникальный опыт, потому что я использую и MacBook, и iMac одновременно. У меня не что-то одно. Да, это не самые новые версии, но я вам расскажу, что купить вам, и если у вас стоит выбор, что взять первое, я думаю, я вам помогу. Давайте начинать, 6 причин, поехали. Бум. 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 Самый первый пункт, и я его считаю самый важный и самый очевидный, это то, что в iMac огромный экран. Это означает, что вы легко включаете и смотрите фильмы. Вы легко работаете, вы делаете несколько документов, например, на одной стороне у нас iMac будет что-нибудь из Верда, на второй стороне я могу использовать календарь, я могу открыть Photoshop или Final Cut, или даже ту же книгу почитать в iBooks в этой части окна. Я могу работать сразу с несколькими программами, и мне нужно переключаться, переходить. Большой экран, это удобно. Это самая главная штука и самая очевидная. Да, есть MacBook 15 диммов, но на iMac делать все намного проще. Также вы можете просто сесть, просто откинуться, взять мышку и щелкать, ненапряжно водить на расслабоне. Когда я дома, я не пользуюсь MacBook, я постоянно пользуюсь iMac, потому что он стоит у меня на рабочем столе, я его не перемещаю, и это очень удобно. Это другой экспириенс. Вы можете это сопоставить с тем, что вы используете iPhone и iPad. Если сухо подойти к этому, то iPad это те же самые значки, только нет значка телефона. И вы такие, что я буду его платить? Но, когда вам его дарят, или когда вы его сами покупаете, пользуетесь, вы iPhone пользуетесь меньше, компьютером пользуетесь меньше. Вы открываете, у вас, как говорит Apple, full-size desktop browsing, тем более на iOS 13, вы смотрите сайт, и вам все очень нравится. И iPhone вы берете только для мессенджеров, для позвонений, для инстаграма, для чего-то такого. Первое, это большой экран. Второй пункт, это мощность и цена. То есть, вы платите ровно такую сумму и получаете потрясающую мощность. Ну, как ровно такую. Любую сумму вы платите за iMac и получаете потрясающую мощность. О чем я сейчас покажу. Виртуоз. У меня на канале есть видео, где я сравниваю все MacBook'и и все iMac'и между собой в своем тесте, в видеомонтаже. Я ссылку оставлю в описании. О май. И тут, и тут, и здесь я, да? Вот этот ролик, о котором я говорил. Мощность, цена. Даже если возьмете самый дешевый iMac. Не с 4К, не с 5К экраном, а с обычной Full HD матрицей, Full HD монитором. И там будет всего лишь 2 ядра, а не 4 и не 6. Этот iMac за 82 тысячи справится с задачей за 20 минут. А MacBook Pro 13 дюймов за 140 тысяч справится за 19 минут 57 секунд. В общем, самый дешевый iMac, он такой же по мощности, как топовый MacBook. Чтобы вы понимали. Да, десктопная версия, домашняя версия, она хороша. Итак, это мы берем самый дешевый iMac. Это примерно он. Это постарее года. Да, здесь Full HD. Здесь, конечно, у меня 4 ядра. Но даже эти 2 ядра в новом iMac за 80 тысяч, они мощнее, чем и 4. В общем, второй пункт, это цена-мощность. И если вы жалуетесь, что там Photoshop не так быстро работает, или Premiere только-толго грузит, любой iMac уже мощнее вашего MacBook. Даже если вы возьмете того же года iMac, что и ваш MacBook, пусть он не очень старый, он уже будет мощнее. Даже в 2 раза. Это есть видео, ссылка внизу. Третий пункт. Вы легко можете увеличить жесткий диск, или память, или SSD. И не нужно iMac разбирать. Сейчас покажу. Вот iMac. И здесь сзади у iMac есть порты. Так, что не смотрим, это мой скотч. Здесь у нас 4 USB и 2 Thunderbolt порта. Да, в новых версиях вместо Thunderbolt будет Thunderbolt 3, и там уже Type-C разъем и 4 USB. Но, что это означает? Вот сюда вы включаете жесткий диск, любой, на 2 терабайта, на 5, и вы его можете положить просто вот сюда, хоть на скотч приклеить, и у вас здесь будет жесткий диск. И если вы хотите поставить SSD-диск, это типа очень быстрый жесткий диск, вы можете также его сюда включить, поставить операционную систему на него, он будет здесь у вас лежать, и у вас iMac будет грузиться. Также преимущество... Спасибо. Также преимущество этого метода, что жесткие диски у вас не трясутся, вы их не берете с собой, они у вас не падают и не ломаются. Они, ну, в безопасности. Вы знаете, что жесткие диски можно легко ударить, и они выйдут из строя, потерять все данные. В iMac вы можете чуть ли не приклеить его, они выйдут на двухсторонний скотч. Охлаждения здесь нет, оно подножка находится, и у вас все данные здесь. Так вот, вы легко можете увеличить объем жесткого диска, хранить все свои данные, там файлы, видео, сериалы. И вы можете поменять ОЗУ. ОЗУ, в смысле оперативную память, если вам это надо, о чем-то это говорит. В 21 iMac вам нужно отлевать экран, разбирать материнскую плату, гарантии вы лишаетесь. В 27 iMac 5K экран это предусмотрит. Вы просто вставляете планочки и пользуетесь. Этих два пункта в макбуке сделать нельзя. И если в макбуке вы используете жесткий диск, то вы его каждый раз подключаете, каждый раз включаете, вы его носите с собой, это небезопасно для диска. Двигаемся дальше. Пятый пункт. Когда у вас есть iMac, вы можете тусить. Чем больше iMac, тем больше громкость. Еще громче? Еще? Еще? КАЧ! Короче, в iMac хороший звук, хорошие колонки, вы можете их слушать. Это хорошо, не нужно дополнительных колонок. Уже все здесь есть. И я не использую JBL, там Boombox, или JBL Flip 4, маленькие колоночки. Во-первых, потому что у меня их нет. Во-вторых, нет необходимости, потому что есть iMac, и тонкие громкие, и играет звук отсюда снизу. Это звук. И шестой пункт, это его сохранность. Его не украдут, вы его не зальете кофем, если кофе будет не вот такой, или даже вот такой уровень у вас дома. Его не украдут, и все данные останутся у вас, вы его не забудете в кафешке. Шестой пункт, это его сохранность, потому что их можно покупать бэушными, и не нужно говорить, он битый, он крашеный. Да нет, как он битый, он стоит дома, и никуда не двигается с этого места. В этом прикол. То есть iMac, это вот прям покупку на авито. Алло, а у вас iMac бэушный, да, да, я возьму у вас. А вы не хотите спросить, там работает он, не работает? Я беру, я сказал. Йоу. То есть, это супер устройство для дома. Я дома пользуюсь только iMac. Вот шесть пунктов, это удобство в большой экран, мощность и цена сопоставимы очень хорошо. Легко увеличить память диска. Я прочитал. Легко увеличить память диска, легко увеличить объем оперативной памяти, и если вам это нужно, динамики громкие, и вы его можете сохранить, и он будет и дальше работать у вас, и не один год. Вы можете посмотреть на авито, есть люди, продают владельцы iMac в 2010-го года, это большой iMac, старенький, и они их продают, и все замечательно работает. Я не говорю покупать бушное, потому что тоже есть нюансы с видеокарты, они там перегреваются, но это шесть причин купить iMac. Если вы в магазине, посмотрите, зачем вам удобнее работать. Если вы планируете путешествовать, и думаете, я буду в дороге, в самолете, и лучше пользоваться на макбук, не переживайте, этого не произойдет. Вы также останетесь сидеть в этой дыре, и никуда не сможете переехать, и будете пользоваться дома за маленьким монитором макбука. Поэтому берите iMac, окей, по дороге, ну что-нибудь другое придумайте, когда коснется эта поездка. Это было 6 пунктов, подписывайтесь, пишите, чем вы пользуетесь, и что вы думаете об этом, об этом. Если у вас iMac или MacBook, ставьте лайки. Пока. И вам. И вам пока. Пока. И вам. Иван. Иван, пока. Выключи и скажи да. Не, 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 что ты делаешь? Не, просто выключи. Не, стой, 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 вот как это делать. Вот. Это же нормально. Краткое нажатие, а только на клавиатуре, просто яркость вниз убрать? Ну, можно было ярко здесь, а что мы? На маке не убирать ярко здесь. Ну-ка. Control, Command, Q. Да. И это сейчас мы выйдем. Сейчас, смотри. Вот. О, он потух. Control, Command, Q. О, thank you.